Гулевые! Гулевые! Берем! А потом берем назад! В 118 детском саду День защиты детей отметили спортивным праздником. И хотя здесь не готовят будущих спортсменов, основы здорового образа жизни прививают всем, начиная с самых маленьких. Учат делать зарядку всей семьей по утрам и вести здоровый образ жизни. Каждому ребенку, каждому человеку нужен индивидуальный подход. Для этого тоже вся жизнь в детском саду настроена определенным образом. Начиная с элементарного режима, с правильного питания. Плюс к этому мы добавляем зарядку, физкультуру, подвижные игры, веселое общение, в котором ребенок развивается еще и с физически. Зимой детей закаляют, делают обливание холодной водой. Результат дает о себе знать. На карантин этот детский сад ни разу не закрывался. 80% детей не болеют простудными заболеваниями. Лето вместо закаливания – занятия в бассейне. Я бегаю по снегу, разминаюсь, и поэтому я не болею. Программу по здоровому образу жизни придут российские школы в 2020 году. Родители такую инициативу поддерживают, потому что дети охотнее занимаются спортом с друзьями. Порой очень трудно что-то ребенка заставить сделать дома, когда он это делает в коллективе, это делает с удовольствием, с радостью. Вы сами сегодня видели. Дети все просто счастливы от того, что у них есть и праздники, и занятия. И хорошо, что это начали уже делать с детского сада. И поэтому, если бы еще в школе такое продолжали, я думаю, минусов бы не было. Предполагается, что обновленные программы ПАЗОЖ будут разделены для учеников четырех возрастных групп. Группа для детей от трех до шести лет будет изучать правила личной гигиены. Вторая и третья, немного старше, будут заниматься изучением регулирования состояния своего здоровья. Ученики старших классов школы будут проходить обучение по правилам оказания первой медицинской помощи. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».